Я прям призываю вас, перестаньте смотреть хирургов, тех, кто рассказывает про бариатрической операции. И я вам сейчас в данном видео объясню почему. Я высказываю конкретно свое мнение, выбор остается за вами, но я прям практически призываю, не смотрите видео бариатрических хирургов. Все на самом деле очень легко и просто. Данные ребята, я не говорю, что они не понимают ничего, они прекрасно понимают и понимают, что они делают. И в этом-то основной подвох. Любой бариатрический хирург, который на ютюбе или в других местах рассказывает, какой же он крутой, он занимается всего лишь самым пиаром и хочет сделать на вас деньги. Теперь, что происходит, как правило, после бариатрической операции? Не важно сейчас у кого вы делаете операцию. Хирург это только первый человек, кто вам делает операцию, а потом, потом, все зависит только от вас. И хирургу не важно, как правило, что вы будете делать после бариатрической операции. Ну, главное, содрать деньги. А если у вас не получится, ну, что ж, ну, бывает. Ну, придете на вторую бариатрическую операцию. Ребят, так это не работает. Любой, как я вижу в ютюбе, бариатрический хирург, поправьте меня, если я ошибаюсь, да. Они, как правило, занимаются самым пиаром, рассказывают, какие они классные, какие хорошие операции они делают. Вот, смотрите, отзыв моих пациентов, как у них все хорошо. Первые дни, первые полгода, первый год, а дальше почему-то как бы отзывы заканчиваются, да. И что происходит? Потом человек остается один на один со своими проблемами. И появляются такие блогеры, как я, да и не только. Я, кстати, если Ани Шабайс был первый или один из первых в ютюбе, кто на русском про это открыто и откровенно заговорил, но это неважно. После меня появилась куча клонов, куча ребят, которые это делают, те же самые хирурги и прочее. Ребят, не стоит их смотреть. Это просто замануха. Показать, какой я крутой чувак, а дальше? Ну, а что дальше? Ну, все будет у вас нормально, да. Кто вам будет давать меню? Поверьте мне, хирург это самый неважный человек в вашем бариатрическом пути. Да, может быть, где-то он вначале важен, но повторяюсь, это тот человек, кто делает с вами первые шаги, кто вам делает операцию. Потом же все зависит полностью от вас и от вашего бариатрического диетолога. Если у вас нет бариатрического диетолога, ребят, заведите его. Это самое лучшее, что может у вас быть. Ни в коем случае не ведитесь и не идите на диетологов, которые просто диетологи. Вам нужен бариатрический диетолог. Прямо в Израиле, где живу я, да? Мне запрещено навещать обычных диетологов. Скажу больше. Обычному диетологу запрещено меня принимать, потому что я бариатрик. Я должен и обязан идти только к бариатрическому диетологу. В Израиле это отдельная ниша, отдельная каста, отдельное обучение. Извиняюсь. Отдельное обучение для бариатрических диетологов. Это совершенно другая ниша. Что вы, да, можете делать, если у вас таких врачей нет. Вы можете советоваться со мной и слушать, что говорю я. Все почему? Да потому что я хожу к таким врачам. И они дают советы мне. Да, я прекрасно понимаю, что те советы, которые дают мне, может быть, не всегда будут подходить вам. Но, как правило, когда вы приходите к бариатрическому диетологу, да и вообще, способы нашего лечения, да, нашего поддержания, они все абсолютно классические. Да, есть небольшое отклонение там, здесь. Ну, в чем это, в принципе, складывается? Что вообще происходит? Когда вы идете к бариатрическому диетологу, да, ну, естественно, он делает вам меню. Через некоторое время нормальный бариатрический диетолог должен послать вас на проверки крови на витамины. Это желательно делать раз в полгода, раз в год, чтобы смотреть, что же у вас с витаминами происходит. Надо ли вам что-то добрать или чего-нибудь понизить. Это делать обязательно. Вам ни один хирург этого не расскажет. Я не видел, не слышал ни про одного хирурга, который как-то будет вам рассказывать, что же вам надо будет делать через год после операции. Знаете, ну, до года иногда, иногда да. Я лукавлю немножко. Они могут говорить, а что будет дальше. А дальше, ребята, у вас получается жизнь. Это ваша жизнь. Поверьте мне, не надо смотреть прям вот так вот всех этих врачей-хирургов. Они всего лишь делают пиар, а на вас делают деньги. Не дайте никому запудрить себе мозги.